Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Диана Желенкова. Новости из жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня выпуски. Делегация предприятий Нижнекамскнефтехим посетила КФУ. Главный врач университет клиники КФУ поделился рекомендациями по безопасности в период пандемии. Главный государственный инспектор Республики Татарстан дал советы по безопасному отдыху. Ильшат Гафуров проинспектировал ход ремонтных работ в общеобразовательной школе номер 5 в Елабуге, которая вошла в елабужский филиал КФУ. 1 сентября она будет полностью готова встретить своих учеников. На данный момент в университетской школе КФУ завершено обновление фасада. Сейчас строители воплощают в жизнь дизайн-проект интерьера школы и приступают к чистовой отделке. Все запланированные работы будут завершены в начале августа. Ожидается, что уже в середине августа университетскую школу КФУ посетят первые гости в рамках Республиканской августовской конференции работников образования. А теперь к другим новостям. Делегация предприятия Нижнекамскнефтехим посетила лабораторию и центр катализы в Химическом институте имени Бутлерово-Казанского федерального университета. Об этом далее. В центре катализа Химического института КФУ выполняются проекты по разработке высокоэффективных катализаторов для получения органических мономеров, олигомеров и полимеров на основе непредельных углеводородов. 13 июля руководитель научно-исследовательской лаборатории профессор Александр Ламберов провел экскурсию по институту для гостей из компании Нижнекамскнефтехим. Нижнекамскнефтехимия – это флага нефтехимии. У нас Нижнекамск и группа ТАИФ и Сибур. Мы – это все крупнейшие производители нефтехимической продукции. Мы работаем и с Сибуром, и с Нижнекамским нефтехимом. Мы работаем с Газпромнефтью. Мы работаем с Крейтом, с Американцами. Мы работаем с Хаббертом. Все сейчас действующий договор. Помимо прочего, гости посетили лабораторий, размещенный в новом здании химического института, построенного при содействии ТАИФ. Мы понимаем, что те наработки и современные исследования, которые есть в КФУ, они принесут серьезный синергетический экономический эффект. Поэтому регулярно, на постоянной основе, на плановой основе мы взаимодействуем. Мы внедряем новые катализаторы и проявляем интерес к новым материалам, которые могут быть внедрены на нашем предприятии. Поэтому видим в этом большой потенциал. В России разработки КФУ поддерживают крупные нефтехимические компании. Нижнекамскнефтехим, Казанерксинтез, Татнефть, Газпромнефть. На сегодняшний день разработано более 20 новых катализаторов для нефтехимических процессов. 7 из них внедрены в производство и позволили принести предприятиям дополнительную прибыль в несколько сотен миллионов рублей. А еще около 10 катализаторов прошли опытно-промышленные испытания и будут внедрены в ближайшие годы. Для промышленного синтеза катализаторов Нижнекамскнефтехим совместно с Казанским университетом в 2014 году открыл катализаторную фабрику мощностью производства до 2500 тонн в год. Вот последняя разработка – это железокалевый катализатор, тоже в рамках 218-го постановления. Разработка проведена уже, заказчиком выступает не Нижнекамскнефтехим, другая организация. Но промышленное освоение этого катализатора будет начато уже в конце этого года. Этот катализатор пойдет в основном на экспорт. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз. Главный врач университетской клиники КФУ Сергей Осипов поделился рекомендациями по соблюдению мер безопасности в период пандемии. Все подробности далее. Все чаще в магазинах и общественном транспорте можно наблюдать людей без перчаток, со спущенными масками или без них вовсе. С начала пандемии прошло немало времени и становится ясно, что люди начинают забывать об опасности коронавируса. Но важно помнить, что вирус никуда не ушел и ни в коем случае нельзя забывать о мерах предосторожности, чтобы не подвергнуть опасности себя и своих близких. Главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов поделился рекомендациями по соблюдению мер безопасности в период пандемии и отметил, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому самое главное это соблюдение дистанции в полтора-два метра, обязательное ношение маски, которое препятствует распространению инфекции и исключение нахождения в больших коллективах, даже если это ваши друзья и родственники. Если человек, от которого вы находитесь на расстоянии больше чем два метра, для вас абсолютно безопасен, мелкие брызги слюны, которые выделяются при разговоре, при дыхании, при кашле, предположим, слюны, мокроты и так далее, больше чем на два метра не улетают. И, соответственно, попадание на слизистые оболочки здорового человека не произойдет. Поэтому здесь можно считать, это на сегодняшний день признанное всеми странами как раз та самая безопасная социальная дистанция. Однако коронавирус распространяется не только через дыхательные пути, но и через слизистые оболочки глаз и желудочно-кишечного тракта. Инфекция может проникнуть туда из-за прикосновений рук к лицу. Поэтому необходимо носить не только маску, но и перчатки. Их также необходимо регулярно менять и обрабатывать антисептиками. Также необходимо заботиться не только о своей безопасности, но и о близких, особенно пожилых. Люди старше 65 лет особенно находятся в группе риска. Люди старше 65 лет имеют достаточно серьезный багаж уже перенесенных и имеющихся хронических заболеваний. Плюс во время развития вирусной предположенной инфекции, естественно, активизируется хроническое заболевание, которое присутствует в данном человеке. Шансов на выживание становится меньше. Полную версию сюжета смотрите на YouTube-канале Универ ТВ. Диана Жилинкова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. Ровно год назад, 13 июля 2019 года, с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур была запущена орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма». Обсерватория, наземную поддержку которой оказывает Казанский федеральный университет, завершил свой первый обзор всего неба. В результате чего удалось создать карту неба в рентгеновских лучах. Подробнее об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. А теперь к другим новостям. С наступлением летнего периода и сезона отпусков каждый горожанин стремится на природу, чтобы отдохнуть и поплавать. Но обычное купание может обернуться трагедией. И чтобы это предотвратить, необходимо следовать определенным правилам, о которых вы узнаете в следующем сюжете. На данный момент в республике Татарстан официально закрыты для посещения все пляжи. Их откроют только на третьем этапе снятия ограничений. Но несмотря на это люди все равно купаются в водоемах. Обстановка на воде, на водных объектах в Татарстане крайне сложно и напряженная. За последние два дня, это субботно-воскресенье, у нас на воде погибло 9 человек, в том числе один ребенок. Всего же с начала года у нас на водных объектах погибло 49 человек, из них четверо детей. Если брать аналогичный период прошлого года, то тогда у нас погибло 31 человек и трое детей. По оперативным данным, больше всего погибают в результате купания в необорудованных местах. Для того, чтобы отдых прошел без происшествий, необходимо следовать следующим правилам. Купаться только в отведенных для этого местах, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не плавать на надувных камерах, досках и на трассах, а также нельзя нырять с мостов и пристаней. Необходимо всегда помнить, что вода это не место для игр, это среда агрессивная для человека. И любые игры, показное геройство всегда может привести к трагедии. Во-вторых, это, конечно, алкоголь. Употребление спиртных напитков и купание это совершенно противоречивые вещи. И пьяные, это купающиеся, это потенциальное утопление. И, конечно, хотелось бы обратить, вот в последнее время пошли, увеличилась гибель людей, в результате купания в ночное время. Купание в ночное время вообще запрещено. Если все-таки по какой-либо причине случилось происшествие, необходимо позвать на помощь, либо позвонить по номеру 112. После этого следует оценить собственные силы для того, чтобы вытащить пострадавшего на берег. Но если есть сомнения, лучше не предпринимать попыток и дождаться помощи. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. О том, что еще произошло в Казанском федеральном университете, узнаете в следующем сюжете. Каждый год Казанский федеральный университет привлекает огромное количество иностранных абитуриентов. Чтобы ближе познакомить ребят с университетом, КФУ устраивает дни открытых дверей. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит дистанционно. Подключиться к трансляции ребята могут из любой точки мира. Трансляции проходят на площадке Microsoft Teams, а также на YouTube-канале Универт ТВ. В шоуруме Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета прошел инсталайф «Медицинская физика». Выступал профессор Института физики КФУ Альберт Аганов. Ученый подробно рассказал о поступлении студентов на бакалавриат и магистратуру. А также ответил на вопросы профиля «Медицинская физика». На этом все. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok